доброе утро время 10 часов утра и вставать ребят совсем не хочется вчера приехали с выставки я поужинал и что-то как-то меня смотрел и я час поспал видимо от я не знаю как бы участвуя в таких ретро выставках но это не не просто когда ты едешь в этой колонии она постоянно там останавливается дальше едет тормозить дальше едет видимо что-то как-то я не знаю мне вчера болело все я приехал домой на велосипеде как-то мне ничего не хотелось плюс еще испортилась погода вот я немножко поспал а потом просто лёгко лежал смотрел телевизор никуда мы не пошли погода плохая вот хотя реально хотелось пойти куда-нибудь сходить но что-то как-то не собрались и вообще вы знаете вчерашний день рождения прошел как-то но даже если обычно мы справляем в кругу семей как-то он проходит более веселее нежели чем вчера вчера как-то вообще вот хорошо вот выставка была там хоть как-то я почувствовал что хоть какой-то праздник так вообще в принципе конечно никакого вообще ощущения дня рождения вчера не было но это вот как-то первый день рождения такой который прошел вот так вот как не очень не было какого-то так не было такой найти атмосферы дня рождения ребят хочу огромное сказать спасибо всем, кто меня вчера поздравил. Поздравляли много и в социальных сетях, и у меня на страничке, и на моем канале. Ребята, всем-всем огромное спасибо. Очень приятно мне за поздравления. Столько сказали хороших слов. Ребята, я хочу вам пожелать счастья, здоровья, любви, радости, хорошего настроения, чтобы у вас, ребята, в жизни все-все-все было хорошо. Спасибо, что вы на моем канале. Спасибо, что вы со мной. Дай Бог вам всего-всего-всего самого наилучшего. Сегодня вроде дождя нет, хотя обещали. Не знаю, что буду сегодня делать. Пока, ребята, я просто полежу. Полежу, посмотрю телевизор, а потом уже посмотрим, что я буду делать. Ну что, ребята, давайте посмотрим, что у нас в погоде. Погода пасмурная, вроде как собирается дождь. По поводу тепло или нет, я бы не сказал, что тепло, но и не холодно. Мне кажется, где-то, наверное, северо-западный ветер, вот такой вот, скорее всего. Слушайте, вчера в нашу группу питерскую ДТП и ЧП молодой человек, который стоял на одной из улиц, выложил видео, где снимал, как мы ехали ретро-парадом. И так получилось, что он снимал как раз нашу колонну, Жигулей. И я туда тоже попал. И там получилась такая ситуация, что стоял трамвай с открытыми дверьми, он, видимо, стоял на остановке. Он нас фотографировал. Слушайте, ребята, сколько мы получили в комментариях, извините, прошу прощения, говна, что мы едем, значит, на помойку, что этот хлам наш давно пора уже выбросить, что мы нелюди, что пешеходы, значит, стоят, которые хотели сесть в трамвай, а мы их не пропускаем. Господи, у нас колонна, 10 машин. Ну, вы сами понимаете, да, что... Ну, мы быстренько проехали и поехали дальше. Нас даже на красный светофор гаишники пропускали, то есть на каждом перекрестке стояли инспектора, то есть все стояли, мы проезжали. Мы, в принципе, никому не мешали. То, что люди постояли там одну минутку, не забежав трамвай, тем более водитель трамвая понимал прекрасно, что это колонна, как бы, да, и там стоял инспектор, все регулировал. Сколько мы получили всяких гадостей, и как настолько там не назвали, что это не машина, что это хлам, и что вообще вы не учите ПДД, и какие мы твари, и нас надо вообще сжечь, и чуть ли... Вы знаете, мне эти люди напоминают хейтеров, у которых в жизни не все хорошо, их жизнь чем-то обделила, они постоянно недовольны, их жизнь не устраивает, у них всегда все плохо, и вот они пишут вот такую ерунду, нет, чтобы порадоваться, да, ну машины, которые дожили вот 40 лет, сейчас ни одна нынешняя машина столько не проживет, да, понимаете, нет места того, чтобы порадоваться, тем более вчера было предпраздничное к дню города, кстати, сегодня, ребята, у нас день города, любимый город, с днем рождения тебя, самый лучший город, в котором я живу, самый красивый, самый лучший. Так что, ребята, я обращаюсь сейчас к тем, кто пишет гневные комментарии, ребят, будьте добрее, и люди к вам потянутся. Как же, ребята, пахнет в подъезде канализация, это просто какой-то кошмар, ужасно, прям как, знаете, вот запах такой, вот как в общественном туалете, прям, фу, кошмар, ужас. Ну что, ребята, в воскресенье поставили только вот кусок вот этого поребрика, часть какую-то, ну вот, и больше ничего. Ой, кися, кис-кис-кис-кис, кисуля, кис-кис-кис-кис. А вот он и не там, смотрите, какую грязь развели, это просто ужас какой-то. Машину здесь, конечно, не оставишь. Это все должны были сделать 15-го числа, сегодня уже неизвестно какое число. 26-е, ну, только представьте, сколько это уже прошло дней, ужас. И вот такая вот грязь везде. Пакетики у меня было, он, видите, там голуби, скормил голубям хлеб. У нас хлеб, который засыхает или который плесневеет, мы его, короче говоря, потом сушим, размалываем на маленькие такие кусочки и скармливаем птицам. Ну куда, хлеб же не выбросишь, а так хоть птицам будет корм. Я понимаю, конечно, что говорят, ну там, кормить нельзя или еще что-то. Ну а куда, лучше выбросить, пускай едят, все полезнее будет. Непонятная сегодня какая-то погода, прохладный ветер, но в то же время, когда ветра нету, тепло. И вот непонятно, как одеваться. Вроде бы, оденешься тепло, вспотеешь. Оденешься легко, замерзнешь. Непонятная какая-то погода. Вот не люблю я такую. И в то же время, вроде как, уже который час собирается дождь, а и вовсе нет. Хотя обещали. И вот из-за этого дождя сегодня у нас изменились планы. Мы должны были везти нашу бабушку кое-куда. И все, и обломилась. Вчера договорились, что сегодня не поедем, а утром проснулись от дождя и нет. Вот. Ну уже ладно. А бабушка, вы сами знаете, такой человек, что сегодня она хочет, завтра она не хочет, завтра она опять захочет. В общем, капризные такие люди. Вот. Так что придется выбирать другой день. Хотя вот сегодня был свободный день, можно было. Но мы его прошляпили. Вот из-за этой погоды. Ну ладно. Зато вон детишки гуляют. Ребят, смотрите, только сейчас заметил. Видите, три квадратика, четыре. Это будут вот такие балкончики. Этот балкончик еще меньше, чем наш. Спрашивается, зачем в этом доме вот такие балконы? Ну сделайте вы комнату больше. Я не знаю, какие там комнаты, но я не думаю, что комнаты будут большие. Представляете, комната маленькая и балкон. Это примерно как у маминой племянницы у мамы, племяшки. У нее тоже квартира-студия маленькая, а балкон огромный. Ну нельзя просто. Зачем? Сейчас балконы не нужны. Для чего он нужен? Хлам там всякий хранить? Все равно там все не умеется. Там, ну только что если велосипед поставить, а больше туда ничего не влезет. Поэтому смысла-то нету абсолютно. Поэтому мне кажется, что это вот лично мое мнение, мне кажется, что лучше бы сделали больше комнату, а балконы вообще не нужны. И в том доме так же делают, и в том так же. Куда смотрят люди, я не знаю. Я бы отказался от балкона. Но такая стройка, такая технология, ничего не поделаешь. Деньги вложены, лишь бы квартиру получить. А там уже как будет. Можно будет потом в принципе сделать, если получится, стенку снять и сделать общее пространство с комнаты и с балкона. Но это только на тот случай, если комната будет маленькая. А если большая, то, ну я не знаю, я там не был, не знаю. Метражи не знаю. Что-то, ребят, по поводу этой канализации как-то дело не движется. Еще неделю назад говорили, что будут ходить собирать подписи, что я им буду помогать, а вот он и не там. Вонь с 34-го дома перебралась в наш. В подъезде стоит ужасный запах, и ничего с этим не поделать. И люди теперь, а что будет, а что будет? Я говорю, ничего не будет. Вы согласились? Вы выбрали? Вы кричали на собрании, что давайте начнем что-то делать? Люди начали. Изначально говорили, что мы будем отказываться от управляющей компании. Нет, все захотели с ними остаться и начать что-то делать. Пожалуйста. А теперь они боятся, что с канализацией произойдет то же самое, как и с поребриком, соответственно, во дворе. Поребрик, кстати, поставили, потом на обратном пути пойдем, я покажу. Он стал еще уже, представляете? Еще уже. То есть теперь, если по бокам будут стоять машины, там вообще не разъедешься. Вот кто так делает? Все, бросили, грязь развели, а теперь говорят, скажите спасибо, что вам вообще хоть что-то делают. То есть мы теперь всегда живем в том, в той стране, где нам всегда говорят, а вы скажите спасибо, что вам вообще хоть что-то делают. Хотя нам должны и обязаны. Вот. То есть как бы получается, мы живем в одолжении. Мы еще должны за вот эту грязь и то, что они здесь разворотили, мы еще должны им сказать спасибо. И то же самое наши управляющие компании сказали. Вы скажите спасибо, что нам вообще хоть что-то делают. Дворник ничего не убирает, Он сохранит, оказывается, в своем помещении Свои вещи, свой мусор Отсюда и крысы, и тараканы В соседнем доме давно уже тараканы, муравьи и клопы У них там еще Много сдающих квартир Там сдают квартиры И там проживают по 40 где-то нерусских В одной квартире Поэтому я не удивлюсь, откуда у них там муравьи и тараканы Но дай бог, чтобы до нас-то не дошло Но запах стоит ужасный И вот я не знаю, что делать И мне кажется, что дальше будет только хуже Но лучше 100% не будет Но все кричали, все вопили, что да, да, да Мы хотим управляющую компанию ее тоже оставить Других будет хуже Ну вот теперь пожинайте плоды Я изначально был против, и сейчас я против Но один против всех, как говорится Против воли, а многих не попрешь Так что вот так Ребята, смотрите, видите, какой кусок Они отобрали Вот где стояло, соответственно Сейчас я здесь покажу Вот видите, где был поребрик и где он стал Посмотрите, какой кусок они потеряли То есть здесь просто будет, я не знаю, или засыпать землей, скорее всего Или цементировать, наверное, вряд ли Просто засыпать землей Посмотрите, какая проезжая Ну вот эта дворовая часть стала намного уже, чем было Зачем так делать, мне непонятно Все для людей Посмотрите, что творится на улице Ой, 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 я закрою Сильный ветер Поднялся дождь Обещали с утра, но вот только к вечеру это все В общем, ребята, сегодня что-то с погодой Непонятное Я имею в виду с атмосферным давлением Соседке было сегодня плохо Она вышла, говорит, у меня трясутся руки Меня тошнит Маме было нехорошо И мне тоже Вышел я на улицу Там кое-что сделал Возвращаясь обратно Чувствую, что тошнит, кружится голова Пришел домой Пообедал И чувствую, что совсем прям вот плохо Выпил две таблетки И вот только сейчас проснулся В общем, короче говоря, можно смело сказать Что эти выходные я практически все проспал Это град, что ли, идет Или что, не могу никак понять Как будто как градины такие Может быть и град По машинам он там видно В общем, короче говоря, вот так Но вот сейчас вроде более-менее уже получше Но все равно какое-то состояние такое Вот прям не ахти Вот не люблю я днем спать Потому что потом ты просыпаешься вечером Голова просто квадратная Непонятно в каком состоянии Ты стоишь и В общем, проспал Пропустил прямой эфир Олеси У Олеси не было давно прямых эфиров Смотрю, Олеси была в прямом эфире В общем, короче, все пропустил Так что вот так, ребята Вот такие вот дела В общем, день сегодня получился Какой-то скомканный Непонятный Никуда не сходил толком Ничего не сделал Опять проспал В общем, какая-то полная-полная фигня Но погодка у нас вот так вот испортилась Ладно Наверное, на этом все Больше ничего снимать уже не буду Буду сегодняшний день Свой вот такой скомканный Заканчивать Вам, как всегда Желаю всего самого хорошего И Спокойной ночи Ребят Ну сейчас, наверное, еще рано Говорить спокойной ночи Но все равно, как всегда И всем пока-пока